Компашка соберется та еще Наташа Романов и другие русские герои в первом трейлере «Черной вдовы». 3 декабря 2019 года, 2044 Марина Максимова, Наталья Романова киностудия «Мавл» опубликовала тизер-трейлер фильма «Черная вдова» первой сольной картины, посвященной одной из «Мстителей». Из новой ленты зрители узнают о прошлом супергероине с русскими корнями Наташи Романов в исполнении Скорлетт Е. Хансон. Помимо шпионки, в картине также появятся другие русские герои «Красный страж», еще одна «Черная вдова», «Елена Белова» и «Железная леди». В касте фильма о «Черной вдове» значатся Дэвид Харбор, Рейчел Вайс и Флоренс Пью. Премьера намечена на апрель 2020 года. Российская премьера фильма «Черная вдова» запланирована на 30 апреля 2020 года. История героини Скорлетт Е. Хансон, советской шпионки Наташи Романов, завершилась ее смертью в финальной части франшизы «Мстители», поэтому теперь зрителям предлагается своеобразный приквел. События новой ленты разворачиваются после тех, что были показаны в фильме «Первый мститель», «Противостояние», и теперь в центре внимания другие персонажи. Это «Красный страж», советский аналог Капитана Америки, еще одна черная вдова, Елена Белова, а также героиня Милина Востоков, также известная как «Железная дева», одна из соперниц Наташи Романов. Судя по трейлеру, создатели ленты решили также осветить историю происхождения Наташи. Не исключено, что зрителей ждут флешбеки о балетном прошлом героине, о спецподготовке к работе оперативницы в Академии Красной Комнаты, кузнице суперкадров для КГБ, а также встреча с русской семьей Романов, частью которой вдова была до того, как присоединилась к «Мстителям». «Компашка соберется та еще», — говорит героиня Хансон в трейлере. Действительно, коллегам «Черной вдовы» далеко до команды мечты, Красный Страж растолстел и едва влезает в костюм, а не опытную, но заносчивую Елену Белову придется склонить к сотрудничеству с силовыми методами. Роль Красного Стражи досталась Дэвиду Харбору. Очень странное дело, вторую «Черную вдову» сыграет Флоренс Пью, маленькая барабанщица, а образ «Железной девы» на экране воплотит Рейчел Вайс. Мумия, Константин, повелитель тьмы. Герой Дэвида Харбора, Красный Страж, в киновселенной «Мавл» появляется впервые. Персонажей, известных под именем Красный Страж, равно как и героинь под именем Наташа Романов, было несколько. В фильме «Черная вдова» Красным Стражем является Алексей Шостаков, один из самых успешных летчиков-испытателей СССР и муж Наташи Романов. По сюжету комиксов, Чету разделили, сообщив Наташе, что ее муж умер во время испытания новой ракеты. Однако Шостаков не умирает и, пройдя спецподготовку в КГБ, становится Красным Стражем. Одним из антагонистов в киновселенной «Мавл» является Иван Ванка. В кино его сыграл Мекки Рурк, враг «Железного человека». Его отец, Антон Ванька, работал на Говарда Старка, точнее, занимался шпионажем. Иван тоже был инженером, в числе и его изобретений, компактный ядерный реактор и энергетические хлысты. Он напал на Тони Старка, используя разработку его же компании. Таким образом, Иван не дотягивает до злого гения, он, скорее, использует в своих целях чужие наработки. В комиксах герои и злодеи из СССР и России нередко оказываются вторичными. Так, майор Урсе, он же Михаил Медведев, положительный аналог Халка, сотрудник КГБ «Мерзость», еще один Халк из коммунистического мира, но отрицательный, а Красный Динамо – советский «Железный человек».